Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю обсудить эффективность мер по лечению и профилактике алкоголизма и наркомании. Присоединяйтесь. Андрей Александрович Васо, главный врач учреждения Гомельский областной наркологический диспансер, родился в 1970 году в Гомеле. Трудовую деятельность начал в 1987 году санитаром областной туберкулезной больницы. В 1994 году после окончания Гродненского государственного медицинского института приступил к работе в должности врача-интерна областного наркологического диспансера. После окончания интернатуры продолжил работу психиатром-наркологом в этом учреждении. В 2004 году переведен на должность заместителя главного врача по медицинской части. В 2007 году прошел переподготовку в Белорусской медицинской академии последипломного образования по специальности организация здравоохранения. Присвоена квалификация врач-организатор здравоохранения. В 2014 году назначен на должность главного врача. Вопросы, которые касаются деятельности Гомельского областного наркологического диспансера, можно прямо сейчас получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77 68 45 Здравствуйте, Андрей Александрович. Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Ольга. Андрей Александрович, какие у вас отношения с алкоголем? Вы употребляете его? Вопрос каверзный, конечно. И с первого взгляда напоминает мне любого пациента, который состоит у нас на учете и говорит, а вы разве не употребляете спиртное? Ну, следует добавить, что за этим вопросом должно последовать, вы употребляете спиртное и что дальше? Да, я употребляю спиртное, но это происходит весьма редко, по праздникам. И что дальше? Вот дальше ничего. Это не происходит. А вся болезненность зависит от того, что именно дальше происходит, какие приключения за этим следуют. А если дальше происходит похмелье на утро, то что вы советуете в этом случае делать? Есть какой-то испытанный способ? Есть простые способы. У меня похмелья не бывает, конечно. Но есть очень простой способ. Я думаю, что в каждом доме есть мед обыкновенный. 6-8 столовых ложек меда и, в принципе, полдня. Дело сделано. Можно, если это какой-то просто единичный случай, можно не обращаться к врачам, просто употребить этот мед. Было бы неплохо, если было бы еще 2-3 долька лимона свежего, и это тоже будет хорошо. Андрей Александрович, есть такая народная шутка, что алкоголь в малых дозах полезен в любых количествах. А на самом деле где та мера, которую можно считать, если не полезной, то хотя бы безвредной она существует? Зайдя в интернет, вы можете загуглить такой вопрос, что рекомендуемые дозы алкоголя. И вам сразу выдаст несколько сайтов информацию о том, что есть какие-то такие понятия о том, что это рекомендованная доза алкоголя. И где кроется польза для здоровья в употреблении алкоголя. Я могу сказать, что да, употребление алкоголя некоторым способом способствует улучшению иммунного статуса, адаптации каких-то психических реакций. Но вопрос о том, что рекомендовать употребление алкоголя для того, чтобы, нет, конечно. Есть безопасные дозы алкоголя, которые выражаются в употреблении для мужчины не более чем 200 грамм спирта за неделю. Но это надо разделить на 7 дней. И самое главное, что где то самое мерило, когда заканчивается, ровно 200 и не больше за неделю. Это же тоже как бы очень важно, как не перейти этот рубеж. А лучше каждый день по чуть-чуть или один раз на 200? Это важно? Это важно. В день, если уже быть абсолютно точным, совершенно безопасная доза, это 16 грамм спирта. Всемирная организация здравоохранения недавно посчитала, сколько пьют белорусы, признала их самыми пьющими в мире, показатель 27,5 литра чистого спирта в год. Как меняется ситуация сейчас? Как вы по своим наблюдениям можете ее оценить? Мы стали пить больше или все-таки идет динамика на спад? По этому случаю, по той информации, которая была обнародована Всемирной организацией здравоохранения, до сих пор возникают дебаты. Как посчитано. И мы знаем эту информацию непосредственно от нашего главного нарколога Республики Беларусь. И нам известно, что при подсчете данного показателя, который был обнародован, были использованы какие-то коэффициенты, говорящие о том, что включающие то количество алкоголя, которое нигде не учтено. То есть это подпольные алкоголи и те коэффициенты, которыми пользовалась Всемирная организация здравоохранения, вызывают у нас сомнения. То есть они как бы априори учитываются, что мы их употребляем? И если мы брали бы официальную статистику, которая у нас есть, то цифра в четыре раза меньше. Поэтому мы даже не стали спорить по этому поводу. Всемирная организация здравоохранения взяли свою статистику, пересчитали все по-новому. И на сегодняшний день, допустим, в 2017 году, за первое полугодие, цифра выходит не более 9 литров. В районе это за год должно получиться 8 литров 800. Где-то так. Ну тогда, конечно, мы это печальное первое место теряем. И прекрасно. Уже потеряли. Уже дали эту полю. Это хорошо. Но вообще, на самом деле, вот как разнится официальная статистика и реальное положение вещей? Я думаю, что в этом смысле как раз таки все в порядке. И официальная статистика, и реальное положение вещей, они как-то коррегируются и идут рядом. Количество состоящих на диспансерном и профилактическом видеоучете по поводу употребления психоактивных веществ у нас остается из года в год постоянное. Плюс-минус 2-3%. И говорить о том, что это какой-то всплеск или не приходится. О каких цифрах мы говорим, Андрей Александрович? Вот количество состоящих на учете, если в вашем учреждении и в целом по Гомельской области? В целом по Гомельской области на всех видах учета состоит порядка 44 тысяч 600 человек за это полугодие. И если мы возьмем Гомель и Гомельский район, то это 16 тысяч 200. Так пить или не пить? С этим вопросом наши корреспонденты отправились в областной наркодиспансер. Давайте посмотрим сюжет. Сколько больных повидало это здание за свою более чем 110-летнюю историю, сегодня не знает никто. Сейчас его основные посетители – это люди, имеющие проблемы с алкогольной или наркотической зависимостью. Среди пациентов – люди всех возрастов. Около трети – женщины, в том числе и беременные. Некоторые случаи алкогольных запоев вызывают удивление даже у опытных медиков. Самый тяжелый случай – это был полгода. Это то, что на моей практике, вот то, что я видела. А так, обычно такой период с трех до двух недель. С трех дней до двух недель. Бывает, чаще попадается месяц. Но самый тяжелый случай – это был полгода. Не все посетители Гомельского областного наркодиспансера – алкоголики. Кто-то приходит сюда, чтобы получить справку для устройства на работу. Хотя попадать сюда все же не хочет никто. Существует достаточно распространенное мнение, что стоит обратиться в диспансер с проблемой всего один раз, чтобы попасть в черные списки. Сами медики с таким утверждением не согласны. Хотя и не скрывают – ряд ограничений для зависимых все-таки существует. Ограничения, ну, собственно, допуск к оружию. Здесь достаточно серьезные требования. И они регламентированы даже не в рамках Минздрава, а постановления Совета Министров. Вот. И ограничения к действительности, связанные с пассажирскими перевозками. Вот. Пилоты, машинисты поездов и так далее. Для лечения зависимых при областном наркологическом диспансере работает стационар в наркологическом отделении. 60 коек практически никогда не пустуют. Лечение достаточно эффективное. Однако все зависит от самого пациента. У тех, кого приводят родственники, тормоза могут отпустить даже в день выписки. Хотя все знают, последствия могут быть самыми трагическими. От судорог и психоза вплоть до смертельных случаев в результате резкого падения артериального давления. Ферментная система нарушена, поэтому если он не пьет, его не тянет. Стоит ему попробовать рюмочку, он сразу уйдет в запой. Он должен это понимать, осознавать. Мы, конечно, стараемся, сделаем все возможное. Если человек настроен, мотивирован, естественно, он будет ввести трезво образ жизни. Речь идет о применении сильнодействующих лекарств. Поэтому беспечные отношения к ним действительно чревата. При этом говорить, что врачи применяют их без достаточных на то оснований, не приходится. Сегодня в распоряжении наркологов самое современное лабораторное оборудование, позволяющее провести любой анализ и установить, чем конкретно злоупотребил пациент. Причем речь не только об алкоголе и различных суррогатах. Именно в областном наркологическом диспансере первым среди медицинских учреждений региона был установлен хроматограф для выявления практически всех видов психотропных веществ. Даже в самых сложных случаях результат будет получен максимум за 4 часа. При этом не все анализы сегодня сдаются принудительно. По общемировой статистике, около 10% жителей любой страны злоупотребляют алкоголем, до 4% больны алкоголизмом. Достаточно большое количество жителей Гомельской области пытается изменить свою жизнь самостоятельно. Снимать на видеокамеру пациентов в отделении дневного пребывания без их согласия категорически запрещено. Именно сюда приходят люди, которые хотят анонимно и без постановки на учет избавиться от заболевания. Пациент получает необходимые консультации, обследования, процедуры, возвращается к себе домой в свою привычную обстановку. На следующий день, если есть необходимость, снова к нам приходит для совершения своего курса лечения. И также в нашем отделении оказывается психотерапевтическая помощь для зависимых пациентов и иглорефлексотерапия. Особенно эта иглорефлексотерапия актуальна для желающих бросить курить. Вы смотрите «Диалог» главный врач Гомельского областного наркологического диспансера Андрей Васо. Сегодня у нас в гостях. Андрей Александрович, а в чем разница между злоупотреблением алкоголем и уже алкоголизмом? Если говорить о том, что это болезненные формы, то, естественно, алкоголизм – это форма, которая приобрела свои очертания. А злоупотребление – это период, когда еще можно сделать шаг назад, когда можно надеяться на обратимые изменения. – Человек сам в состоянии определить эти критерии? Как понять, уже произошли изменения или нет? – Чаще всего человек опускает эти стадии сомнения, потому что, когда начинает злоупотреблять, происходит изменение психической сферы. И многие вещи, которые были раньше запрещены или попадали под запрет, они как-то опускаются. И человек себе разрешает гораздо больше, чем мог бы раньше это сделать. И поэтому весьма проблематично. Здесь основной упор, можно сказать, принадлежит друзьям, знакомым, которые наблюдают изменения личности данного человека и говорят ему о том, что, извини, тебе следует обратить внимание на то, что ты делаешь. – А злоупотребление и матери, как правило, чаще всего это начинается с этого. – Это роль в нашем обществе. Как формируется алкогольная зависимость? Ведь есть несколько стадий, через которые человек проходит. – Как обычно, это разовое употребление, потом это праздники, потом это постепенный переход в систему с учащением употребления, потом нарастает доза, необходимо большее количество для того, чтобы достичь какого-то эффекта. Ну, а дальше уже начинается, собственно говоря, сама болезнь. И тут уже клинические проявления все. – Расскажите, пожалуйста, на основании чего ставится диагноз? – Диагноз ставится на основании, ну, как это надо сказать, в терминологии первичного освидетельствования наркологам. То есть за это время врач осматривает, опрашивает, и это чаще всего является главным инструментом в исследовании нарколога. Это сбор наркологического анамнеза, беседа и оценка психического статуса. На основании того, что доктор видит, слышит, он оценивает, что происходит. Ну, из жалоб можно сказать, что наличие абстинентного синдрома, то есть это тот момент, когда человеку необходимо опохмелиться. Или это непременно плохое самочувствие после употребления психоактивного вещества, то можно предполагать наличие синдрома зависимости. Можно ли справиться с зависимостью самостоятельно? С таким вопросом мы обратились к гемельчанам. Давайте выслушаем ответы. Самостоятельно, наверное, сложно будет это сделать. Нужна помощь близких, в первую очередь, и помощь специалистов. Это, на мой взгляд, такая серьезная проблема, которая сейчас очень распространена в нашем обществе. В нашей жизни очень много болезней и к ним придуманных специалистов. На самом деле человек совсем может справиться сам, если только этого захочет. Ну, конечно, сможет, если у него есть своя цель в жизни исправиться. То, конечно, может. Почему бы и нет? Если человек захочет чего-то, то он может сам этого добиться, может с ним справиться с всеми зависимостями. Помощь медикам не нужна? Нет, я считаю, что нужна. Все-таки, если уже сильная зависимость, то какая стадия зависимости? Если уже там все плохо, то надо, чтобы помогали врачи. У меня есть несколько примеров. И да, люди, когда сильно захотели, когда были какие-то ситуации, они просто брали, избавлялись от своего, ну, от курения. Как бы все зависит от желания человека. О выпадке мы не говорим. Когда курить? Если с раннего возраста, он уже, так сказать, зависим от этого дела и тяжело. Если, как говорится, вот я, допустим, в 30 лет начал курить, я в какое-то время, ну, так, перерывы есть, перерывы есть, бывает. То есть я особо не страдаю, но тяжеловато. Вот, это все зависит от состояния организма, от здоровья организма, да. Настроится кто как может, я считаю. Вот, ну и вот возрастное это. Тут однозначных, говорится, рецептов нет. Так почему не можете? Как это? Ну, была у меня работа такая, чтобы, ну, раньше же было, знаете, выпить можно было. Ну, и когда завести дружбу с приятелями, выпивали. Ну, я же не пью сейчас. Я сейчас один живу. Никто мне не мешает, не ругает, никто, знаете, и не хочется, не тянет. Но я не упивал так, чтобы это уже, знаете, до потери. Надо желание, чтобы бросить это все. Надо желание. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о лечении зависимостей. Андрей Александрович, желание, конечно, такой компонент, наверное, самый важный. Но одного его только достаточно и силы воли собственной, чтобы без помощи специалистов расстаться с привычкой. Вопрос очень интересный. Понимаете, желание, оно чаще всего нивелируется всеми остальными обстоятельствами, если мы говорим о том, что этот человек сам себе помогает. Он всегда найдет в себе оправдание о том, что вот я вот хочу, брошу, я бросил. Ну, таких по статистике 5-7% те, которые взяли и сами бросили. А те люди, которым объективно необходима помощь, вот, ну, здесь изменение психической сферы о том, что я могу и я сделаю, понимаете, и далее не идет. Вот, поэтому, да, необходима всегда помощь. Ну, с этим связана эффективность лечения. Признает действительно человек, что это его проблема? Или только потому, что вот его близкие его приволокли? А сам он нет, он же им не окон. Вы поднимаете очень интересный аспект отношения больного зависимостью и доктора. Вот, если вы обращаете внимание к хирургу, к терапевту, больной приходит сам и говорит, у меня температура, у меня болит нога, у меня болит то-то и то-то. Доктор, давайте что-то сделаем. Хорошо. К наркологу, ну, это буквально там единицы, которые говорят о том, что давайте, доктор, сотрудничать, чтобы мы получили какой-то результат. Обычно говорят, нет, что вы, у меня ничего не болит, мне не надо вашей помощи, я вам ничего рассказывать не буду. Вот, поэтому, да, встречный фактор такой, как желание, здесь просто необходим. Для того, чтобы добиться эффективного результата, необходимо желание пациента, ну, наличие самого пациента. Да, но алкоголизм любого из членов семьи – это проблема всей семьи. И страдают, конечно, в первую очередь супруги и дети, как самые беззащитные. Ну, родители. Что делать, если в семье есть алкоголик, если этот алкоголик себя уже не очень хорошо проявляет? Как бы вы посоветовали поступить? Ну, вы знаете, тут, конечно, ответ мой будет не столь приятным. Здесь необходимо решить, что мы делаем, да. И все эти действия, которые вызывают пьющий член семьи по отношению к другим, а тем более малолетним, они все находятся в правовом поле. И для того, чтобы начать как-то противодействовать, ну, необходимо найти в себе смелость обратиться хотя бы в милицию. Вот, потому что следующий этап – доктор, это, ну, чаще всего это после милиции, вот в данном случае, когда это, как бы, насильно делается. Ну, а если все-таки сумели обратиться к первому доктору, тогда надо ждать результата. Ну, женщины жалеют ведь своих пьяных мужей, а уже про матерей так и не говорим. Там сердце разрывается, и никто, конечно, как-то вредит в своем понимании, да? Вот в этом ведь и казус, понимаете? Никто и не будет. Получается, да, получается казус. Казус. Потому как вроде бы и не хочется и выставлять, опять же, членов своей семьи в таком виде. И, ну, надо выбирать. Иначе и будет совсем плохо. И вот в сюжете там медсестра наша говорила о том, что она видела человека, пьющего в течение полгода. Да, да. Я добавлю, что я видел пьющего человека, который в запое находился 7 лет. Каждый день? Каждый день. А как он зарабатывал на это? Или у него было кому обратиться? У него было, да. Понятно. Ну, то есть остается только убедить близкого человека, что у него проблема действительно есть. Чтобы она стала очевидной, и чтобы человек сам мотивированно пришел сотрудничать с врачами. Это оптимальный вариант, да? Это примерно вот в объеме ваших обращений какой процент? Порядка 20-30 процентов. Ну, в общем-то, 3, да. Треть – это хорошо, это не так уж и мало. А что касается женского алкоголизма, вот сейчас в структуре алкоголиков женщин стало больше или меньше? Немного больше. Немного больше по сравнению с тем, что было 5-10 лет тому назад. Это связано с тем, что у нас появились какие-то директивные документы, у нас появилась социальная направленность, у нас есть СОПы, у нас есть органы, которые наблюдают за несовершеннолетними. Это лучшая выявляемость. Да. И мы имеем правовой механизм и инструмент для того, чтобы с этими женщинами работать. В связи с тем, что есть опасность того, что дети будут удалены из семьи. Ну, поэтому, да. А вот декрет, который направлен на защиту детей, он, на Ваш взгляд, действенный механизм того, чтобы женщины все-таки по страхам лишиться ребенка, брали себя в руки и лечились? Это как один из вариантов. И он работает. Он работает. Количество женщин, обращающихся непосредственно за кодированием или за методом лечения, довольно немаленькое. Правда ли, что женский алкоголизм лечится труднее, чем мужской? Или, скорее, это миф? Нет, это правда имеет какие-то свои физиологические механизмы и основы. И мужчина немножко по-другому построен, чем женщина. Поэтому, да, женщины гораздо сложнее. При этом и зависимость у них формируется быстрее? Да. Все это правда, да? И тем страшнее. Ну, а там, где есть алкоголь, там, конечно, уже речи о семье не идет. А там рукой подать до преступлений, правонарушений. И связывают правоохранители. Как раз приводят такой пример, что сейчас преступлений, связанных с употреблением алкоголя, становится больше. Почему алкоголь превращает людей в чудовищ? Почему такие циничные преступления против своих же близких люди совершают? Алкоголь виноват или люди такие? Если бы был бы однозначно виноват алкоголь, мы бы имели немножко другое понятие. Вы четко знаете, что каждый знак на дороге полит чьей-то кровью. Здесь такая же аналогия. Поэтому говорить о том, что именно алкоголь приводит к совершению преступления, ну, четкая причина следственной связи, я не могу сказать об этом. Ну, есть люди, которые выпьют рюмочку и на боковую, да? Кто-то хочет танцев и общения. Чаще всего-то, да. А кто-то так агрессивен, что рядом с ним просто страшно находиться. Поэтому нельзя исключать вот эти личностные качества и тот самый характерологический радикал, который характеризует вот того же преступника, а плюс еще алкоголь, да, это будет что-то такое взрывное. Ну, вот совсем другое, я знаю, пример. Есть у нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. Здравствуйте. Не прерывайте, пожалуйста, говорите. У меня такой вопрос. Значит, был такой Черчилль, премьер-министр Англии, ну, в свое время, так? Вот, слышал я, читал в интернете, что он прожил более 90 лет, каждый день после какого-то времени выпивал по две бутылочки коньяка. Поэтому дожил такого-то возраста. Можно прокомментировать? Спасибо. Спасибо. Личность Черчилля знает каждый нарколог, поэтому, вы знаете, ваш вопрос абсолютно не новый. Да, есть такие индивидуумы, и мы уже ретроспективно оценивали личность Черчилля с точки зрения нарколога. Мы не можем сказать, что у него был алкоголизм, но тем не менее, это был политик с таким здоровьем, о котором в данный момент приходится мечтать. Это особенности. Это нельзя сказать, что это можно брать за основу и действовать в том же духе. Это индивидуально. Это получилось, пока это один пример, да, известная история. Да. Один. Рассчитывать на то, что у вас такой же организм, вы тоже доживете до 90 лет. Не приходится. Не потребляя каждый день, ну, крайне неблагоразумно, да. А может не сформироваться зависимость? Бывают ли такие люди, которые могут пить, при этом зависимость не формируется? Человек просто получает удовольствие, просто расслабляется. Он независим от алкоголя объективно. Это возможно в принципе? Мы уже с вами говорили об этом, что если мы говорим о дозе в 16 грамм спирта... Ну, две бутылки коньяка, например, и черщили, это несколько инальций. Ну, вы же поймите, что это разные люди, абсолютно. Абсолютно. Вот. Поэтому, если мы будем говорить о том, что этот человек употребляет ровно одинаковое количество спиртного из периода в период, не граммом больше, и ему этого достаточно, или даже может быть обратный эффект, может быть меньше там или как-то, ну, по всей видимости, это какие-то особенности у этого человека. Ну, это генетически, да? В общем, насколько этот фактор играет роль? Насколько важна наследственность? Нельзя сбрасывать со счету в наследственности. Конечно, многие вещи идут в тесной связке с этим. Следует всегда настороженно относиться к тем, у кого есть осложнения в наследственности. С другой стороны, правильное воспитание, правильное окружение, правильное занятие... Да, прежде всего, позиция самого человека. Ну, и образ жизни. Да. Сколько самому юному пациенту наркодиспансера лет? На сегодняшний день 16 лет. Есть у нас подростковое отделение, детское подростковое отделение, и там есть подростки, которые наблюдаются с разными формами злоупотребления психоактивными веществами. С другой стороны, бывают дети, которые попадают с отравлениями в клинические больницы, они или спиртное употребили, или еще что-либо. Поэтому тоже нельзя говорить о том, что... Да, они есть, эти дети. У меня был паренек, которому было 6 лет, он увлекался летучими растворителями, и как-то... Да, вот я такого могу вспомнить. Интересно, как судьба сложилась у человека? Не знаю. Не знаю, да. В связи с тем, что это был ребенок из детского дома, как-то как сложилось. Расскажите, пожалуйста, какие меры сегодня принимаются в стране по борьбе с этим недугом? Как сегодня лечат алкоголизм, от алкоголизма? Как получить помощь? Самое главное, что у нас есть программный документ, у нас есть демографическая программа. И это документ, который принят Советом Министров. В нем есть раздел «Наркология». И вот согласно данного раздела, нам подставлены задачи, которые мы реализуем и добиваемся положительных результатов. Как лечат? Как лечат? Ну, лечат традиционно. Периодически у нас возникают какие-то новые спусобы, которые мы внедряем. Но чаще всего это касается каких-то новых медикаментов и сочетания психотерапевтических методик. Как лечат вообще алкоголизм? Ну, медикаменты. То есть это назначение врача. И психотерапия. Это тоже врач, либо психолог, которые должны работать с пациентом, с клиентом, для того, чтобы попытаться изменить его мировоззрение. Можно ли получить помощь бесплатно? Кто может на это рассчитывать? Интересный вопрос. Помощь бесплатно у нас могут получить те лица, которые нам известны. А известны нам те лица, которые стоят на учете. То есть лица, состоящие на учете, получают бесплатную помощь. И мы подходим тут ко второму вопросу. А если лица не состоят на учете? В таком случае можно получить помощь в анонимном порядке. Как это сделать? Мы по адресам своей деятельности, практически у нас их три адреса, мы везде оказываем эту помощь. Необходимо просто-напросто желание. Услуга это платная, деньги. И, извините, если это деньги, то это финансовая отчетность. Поэтому приходится как-то подтверждать свою личность. Ну, если я вам скажу, что на этом все и заканчивается, в плане того, что идентификация личности заканчивается там, где подпись в чеке. Вот. Ну, на этом и все. Мы больше не используем эти данные никоим образом. Не регистрируем, не сохраняем. И все. Такой метод, который называется кодирование, применяется? Применяется. Он эффективен? Как он себя показывает спустя? Длительный срок? Он положительно зарекомендовал себя. С другой стороны, есть несколько методик, которые пользуются чаще других. И это одна из методик, которые рекомендованы. Кто-то может сказать, что нам это не подходит, это не для нас. Но люди боятся. Ну, по-всякому, да. Можно выбрать что-то другое. Можно выбрать что-то другое, которое более действенное, которое по душе. И опять же, мы исходим из того, что необходимо... Первое – это желание, а потом уже все остальное к нему доктор добавляет. И я припомню то, что доктор в интервью говорил об иглоукалывании. Это один из действенных методов, то же самое, из последнего. Скажите, пожалуйста, в структуре наркомании какие изменения произошли в последнее время у нас? Если 20 лет назад мы говорили о том, что это в основном опиоиды, причем использовались они внутривенно, то за последнее время немножко изменилась структура наркосцена. И чаще всего в последнее время выбирают иные наркотики, дизайнерские наркотики, арт-наркотики, синтетику. И способы употребления их меняются. Все реже прибегают к внутривенному использованию наркотических средств. Есть такие способы введения, как лизнуть марку, дыхание летучих ингалянтов. Это юные потребители? Или есть и взрослые люди, которые на это способны? Вот сейчас я могу абсолютно сказать однозначно, что это не касается только юных. То есть не стоит думать, что только подростки развлекаются таким образом. Это и взрослые люди вполне самостоятельно. И 40, и 45. Как попадает? Это через интернет приобретается? И через интернет тоже. С другой стороны, наркоконтроль говорит о том, что как-то все меньше способов доставки. Скорее всего, да. Потому как повальным увлечениям нет. То есть о каком-то буме потребления речи не идет? Нет, это количество постоянно тех, которые употребляют наркотические средства. Мы говорили о том, как изменилась сама структура внутри этой публики. Поэтому я и говорю, что так. Андрей Александрович, конечно, мы могли бы еще долго с вами продолжать этот разговор. Мне очень действительно интересен. Но, к сожалению, вынуждены завершить, потому что прямой эфир имеет свои особенности. Напомните, пожалуйста, куда обращаться за помощью. Есть ли какой-то номер телефона, доверие, куда можно обратиться? Значит, все вопросы у нас можно спросить в регистратуре 71-36-80. Есть сайт наркологического диспансера. Можно там тоже, да? А, да. Вот как один из форм, мы немножко опустили про подростков. Там есть вопрос такой. На сайте детского отделения есть анонимные кабинеты. Адреса, как работают. И это одна из форм работы, которая необходима. Родители, потратьте, пожалуйста, время. Зайдите на сайт и поинтересуйтесь. Дай бог, чтобы не пригодилось. Главный врач Гомельского областного наркодиспансера Андрей Васой сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин